Обзор чрезвычайных происшествий на Якутии 24 С учетом данных о личности обвиняемого и тяжести совершенного преступления по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено с утвержденным обвинителем заключением. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один конфликт между близкими родственниками перерос в убийство в Верхневилюйском районе. Там задержали женщину по подозрению в убийстве собственного мужа. И снова трагедия возникла на почве совместного распития горячительных напитков. В ходе конфликта жена решила напугать мужа, схватила ружье и выстрелила в дверь. Однако не получив желаемого эффекта, подозреваемая с близкого расстояния выстрелила супругу в упор. В результате полученного ранения в грудь мужчина скончался на месте. Подозреваемая задержана. Идет расследование уголовного дела. Миллионы долга за неуплату потребленных энергоресурсов. Специалисты Якуциенерго и судебные приставы вынуждены прибегать к крайней мере принудительному взысканию за должности. Сегодня в ходе совместного рейда энергетиков и судебных приставов было посещено два адреса с наиболее крупными задолженностями. Хозяин частного дома Покотенко задолжал за свет и тепло более 500 тысяч рублей. Потребитель не платил по счетам на протяжении продолжительного времени. Решение суда об уплате долга не исполнил. В результате энергетики сегодня отключили ему электричество. По второму адресу это строительная компания. Здесь долг составил уже более миллиона рублей. Приставами-исполнителями были произведены мероприятия, направленные на погашение данной задолженности. Вручено предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение требований. А также обращено взыскание на заработную плату. Сразу три автомобиля пострадали в огне за прошлые шутки. В Ленске на улице Набережная загорелся автомобиль «Ниссан Эксперт». Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. В Нерюнгре подобным же образом загорелась машина «Скания». И третий случай произошел в селе «Ямга». Там в результате пожара были повреждены и автомобиль, и гараж по всей площади. Причина виновный и ущерб устанавливаются. Вынесен приговор водителю, сбившему подростков. В ходе судебного заседания установлено, что 14 октября 2017 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего авто и на 15-м километре автодороги «Барагон» у Селданского района сбил сразу несколько школьников. Пятеро из них получили увечья различной степени тяжести. Один скончался от полученных травм в участковой больнице села Сотинцы. Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся содеянно. С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Еще одно ДТП с летальным исходом произошло накануне вечером в Мегино-Кангаласском районе. Там, по предварительным данным, между поселком Нижний Бестях и селом Техтюр на 26-м километре автомобильной дороги Колыма 29-летний молодой человек, управляя автомобилем Toyota Tacoma, совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Со слов водителя, женщина неожиданно выбежала на проезжую часть. Результатом медицинского свидетельствования водитель был трест. У пешехода на одежде световозвращающих элементов не было. По данному факту проводится проверка. Дорожная сводка за февраль. По данным ГИБДД, в минувшем месяце в республике произошло 63 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 5 человек, из которых один ребенок. 77 человек получили различные травмы. Больше всего ДТП произошло в Якутске, Алданском и Мегино-Кангаласском районах. Начинается гололед, а значит тормозной путь вашего автомобиля увеличится в несколько раз. Будьте внимательны на дороге. Такова хроника происшествий в республике к этому часу. Удачи вам и будьте осторожны.